Западное большинство занято. А 25, 26? На запад уже подкрашивают, дорогие, уже больше раскупили. Остались по 100 рублей, пенсионные есть. Только за вчерашний день болельщики Енисея купили больше 5000 билетов на предстоящий матч с Уралом. Пока что кассы футбольного манежа это единственное место, где можно приобрести заветный пропуск на игру. Ожидают, что будет аншлаг, а это 15 тысяч занятых мест. Сейчас на трибунах наводят последний лоск. Мы готовим стадион к универсиаде. Там восточная трибуна полностью, не полностью, там идут отделочные работы. Они будут продолжаться до окончания контракта. А сейчас западная трибуна, естественно, все места для зрителей под трибуны, они подготовлены. И восточная трибуна, то есть не подготовлен еще манеж, не подготовлены другие служебные помещения, которые не связаны сейчас с футбольным матчем. Если болельщикам еще только предстоит увидеть обновленный стадион, то сами игроки его уже начали тестировать. Накануне там прошла первая тренировка клуба. Футболисты оценили раздевалки, душевые и самое главное – газон. Он, говорят, в прекрасном состоянии. Кстати, на поле в субботу команда выйдет непривычным составом. После матча с Рубином наш основной голокипер Давид Юрченко получил травму колена. У него мениск, предстоит операция, и мы примерно на месяц его потеряли. Таким образом, место за, так сказать, номер один в воротах сейчас ведут Михаил Филиппов и Юрий Нестеренко. Болельщикам, которые придут смотреть матч Енисей-Урал, нужно быть готовым к новым правилам посещения стадиона. На всех входах будут установлены рамки-детекторы и интроскопы для сумок. С собой, кроме очевидно опасных колечережущих предметов и оружия, запрещено проносить стеклянные бутылки и термосы. Так что все, что может привлечь внимание полицейских, лучше оставить дома. Ну и, конечно, поведение на стадионе тоже должно быть в рамках. В рамках приличия. Курение на стадионе запрещено сразу. Хотелось бы акцентировать внимание на этом. И если будут нарушения общественного порядка, и к нам обратятся контролеры-распорядители, то однозначно в отношении нарушителя здесь будет составлен протокол по статье 2032. Наказание по данной статье очень существенное. Это от штрафа в 10 тысяч до запрета до трех лет посещать футбольные матчи. Также в день игры 22 сентября через остров отдыха можно будет только проехать. Остановиться даже на минуту не позволят полицейские. Свои авто придется оставлять на предмостной или на улице Дубровинского. Действие этого знака в субботу с 7 часов утра распространится на территорию всего острова отдыха. Парковка здесь будет запрещена. А тех, кто все-таки попытается оставить тут свою машину, будут разворачивать сотрудники автоинспекции. Поэтому в руководстве клуба просят пользоваться общественным транспортом. Благо через коммунальный мост входит целых 17 маршрутов. Ну и кроме того, за два часа до матча начнут ходить специальные шаттлы, проезд на которых будет абсолютно бесплатно. Шаттлы будут забирать людей и после матча. Правда, для этой цели выпустят всего два автобуса, так что если решить ими воспользоваться, придется запастись терпением. Субботний матч для многих служб станет тестовым. Так что к любым организационным трудностям красноярцев и гостей города просят отнестись с пониманием. Сергей Сеславин, Максим Галат, Енисей. Новости.